И всем привет, друзья, с вами Кратофан, и сегодня у нас полный гайд по моду Астрал Сорсери. Но перед началом просмотра обязательно подпишись на канал, поставь лайк и также нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые интереснейшие видосики. Но мы начинаем! Мод Астрал Сорсери это просто прекрасный мод, который добавляет различную звёздную магию. Здесь вы можете привязывать себя к созвездиям, изучать эти созвездия, делать различные приборы и запитывать их при помощи звёздной энергии. Получить различные крутые бафы от этих созвездий, делать различные крутые приборы, всякие инструменты и тому подобное. В этом моде полно различных крутых структур, которые сделаются буквально там из сотни блоков. Очень красивая анимация, и сам по себе этот мод просто крайне проработан. Но мы давайте начнём с генерации. В мире вы сможете найти вот такой вот аквамариновый сланец и также руду горного кристалла. Аквамариновый сланец вы можете найти буквально в любой речушке и морюшке. Вот давайте я сейчас даже сюда прилечу, и сейчас мы увидим где-то тут, на поверхности должны быть вот эти вот всякие сланцы. Вот я нырнул под воду, и мы видим здесь у нас раз сланец, два, и мне кажется, даже они, нет, они не кластерами спавнятся. Ну, в общем-то, вот так вот они под ну штучки находятся здесь, и встречаются довольно часто. Это, наверное, одна из самых частых руд, которые вы будете вообще встречать в мире. А вот что насчёт руды горного кристалла, так это вам придётся его поискать. Он будет спавниться возле бедрока, и очень редко, буквально так же, как и алмазы. Но в последующем вы сможете его очень легко добывать при помощи одного прибора. Когда вы сломаете аквамаринный сланец, вам выпадет где-то 3-4 вот таких вот аквамарина. А когда сломаете руду горного кристалла, вам выпадет 1-4 вот таких вот горных кристалла. У них будет различный размер, различная частота, и вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, сначала вы даже ничего здесь не увидите. Потому что эти параметры будут вам открываться по мере развития в этом моде. Также в мире вы сможете встретить различные структуры. Одна из них это вот такой-то фонтанчик, но это необычная структура. Во-первых, она состоит у вас из мрамора. Здесь мрамор, различный мраморный кирпич, мраморные столбы, чеканный мрамор, вот так вот он называется. Также здесь в серединке будет у нас морской фонарик. А здесь вы можете также под этим вот столбиком найти, смотрите, опа, здесь ничего. Здесь у нас сундук. Сундук у нас содержит различные модовые предметики, такие как аквамарин, также могут различные свитки. А свитки у нас выглядят, не знаю, здесь, вот, смотрите, здесь у нас документ созвездия. Обязательно их забирайте, и в последующем вы можете их использовать для того, чтобы изучать созвездия. Поэтому лучше всего сразу же их с собой забирайте. И здесь у нас, в общем-то, тоже ничего такого. Также весь этот мрамор, который здесь будет находиться, вы обязательно ломаете и забираете с собой, потому что он вам также пригодится, причем в больших количествах для структур. Еще по мере того, как вы будете гулять по миру в пустыне, вы сможете увидеть вот такие вот непонятные какие-то разрухи. На первый взгляд, это просто какая-то бага на генерации с песочком, но, вы видите, здесь у нас мрамор. А это значит, что там находится что-то из Астрал Сорсери. Это так и есть, вы можете разокопаться. Давайте мы сейчас это сделаем, сломайтесь. Опа-на! И смотрите, мы с вами поместились вот в такой заброшенный, разрушенный храм, где находится один из главных компонентов для самого начала выживания с этим модом. Это Вечность Кристалл Коллектор. Не обязательно будет Вечность, будут также другие разломы там, также пороки, по-моему. В общем-то, вам сейчас это не нужно знать, главное, что там будет такой кристаллик, и его вы сломать никак не сможете. Чуть позже я вам расскажу, где он вам понадобится, но здесь также будут различные стынучки, всякие алмазики, свитки, ну и, в общем-то, то же самое, что и было в предыдущей структуре. Здесь еще будут рунические мраморы. Ну и, наконец, последняя, самая большая структура, которую вы сможете увидеть в мире, это такой вот, грубо говоря, древний храм. Он у нас состоит из таких вот столбиков, не знаю, как это называется, накрывушка, короче, такая, и здесь фонтанчик. Но здесь вы также сможете закопаться вниз. Давайте мы сейчас это сделаем опанно. И здесь у нас такая же комнатушка, чуть больше, чем прошлая, и чуть более цивильненькая, на мой взгляд. Здесь у нас также находятся вот такие сундучки. Кстати, по-моему, нет, еще второй есть. Вот, в общем-то, здесь лут не сильно-то дорогой, но полезненький. И также кристаллик. Здесь у нас вечность кристалл-коллектор. Чуть позже мы вообще рассмотрим, что это у нас за такие кристаллики. Вот, а пока что просто имейте в виду и запоминайте, где находятся все эти структуры, они вам понадобятся. И самое главное, чуть было не забыл. Когда вы появляетесь в этом мире, у вас в руке появляется вот такой астральный том. Его вы сможете открыть, и у вас будет для начала просто открытие. На английском это Discovery, у кого какая версия, здесь у меня сейчас русская версия. Вот здесь вы можете приблизить, и, в общем и целом, даже звучит весь мод без этого гайда, возможно. Но, мне кажется, гайд будет поудобнее. Это у нас классическая книжка, как и в Таункрафте, где еще у нас книжки есть. Во многих модах, на самом деле, есть книжки. Здесь у нас все пошагово описывается, что это за мод такой, какие у нас здесь вообще есть аспектики, роды, все вот это вот описывается. В общем-то, можете изучить. А далее мы рассмотрим вообще, какие есть виды мрамора. Потому что нам понадобится необычный мрамор для крафтов и структур, а еще такой кирпичный мрамор. Есть также чекан, есть выгравированный мраморная арка, рунический мрамор, также мраморные ступеньки, полублоки и, наконец, столб. Столб вы можете вот так вот, смотрите, поставить, и у вас он будет уже прям реально как столб выглядеть. И, впрочем-то, можете прям до конца его мира так дотянуть. Вот также у нас есть мрамор вот такой вот. Он называется у нас сажистый мрамор. Кстати говоря, все у нас здесь крафты показаны. Также все у нас делается из мрамора, поэтому не вижу смысла рассматривать крафт каждой единицы мрамора. Вот, а сажистый мрамор делается у нас из восьми мрамора и также уголька любого. Вот у нас есть также все вариации, вот эти вот, то есть, чеканы, всякие выгравированные, там, арка, потом вот этот вот у нас рунический и вот такой вот столбик, довольно, кстати, красивый. Так, ну вот, пожалуй, что с генерацией все. Давайте теперь рассмотрим, что вам в первую очередь нужно будет сделать. А в первую очередь вам нужно будет сделать, конечно же, астральный том, потому что без него, ну, все-таки, как-никак, но будет не очень удобно. Если вдруг вы его как-то потеряли, то он делается из трех аквамарина, пергамента и также книги. А вот пергамент делается из аквамарина и также четырех бумаги. Далее я вам советую сделать вот такой вот резонирующий жезл. Это буквально что-то типа главной вашей волшебной палочки на начале развития. Он делается из двух мрамора, двух аквамарина и также жемчуга Эндера. И при помощи этого резонирующего жезла вы можете тыкать по блокам и ничего не делать. Но на самом деле при помощи этого резонирующего жезла вы сможете, во-первых, активировать крафты на специальном крафтинговском столе. И также, когда наступит ночь, давайте мы сейчас это организуем. Допустим, вот, смотрите, я беру в руки его и какие-то пары выходят из-под земли. Что это такое? Это на самом деле наши горные кристаллы. Из бутрока вот так вот издают, такие вот, не знаю, какая-то энергия, наверное, энергия в космос. Вот, в общем-то, все вот так вот выходит и если вы будете копать прямо-таки из источника, вот отсюда, допустим, прямо в самый низ. Давайте мы сейчас это организуем быстренько, оп-оп-оп. И сейчас мы докопаемся до этого. Вот он, вот он наш. Издает, смотрите, здесь энергию. Больше ничего вокруг нету, кроме как лавы. И вот одна штучка всего лишь-то здесь. Опять же, с одной штучки вам будет выпадать где-то 1-4 вот этих вот кристаллика. Для чего эти кристаллы? Очень хороший вопрос, но позже вы поймете, они реально вам очень сильно пригодятся. Потом вы сможете их даже привязать к созвездию и получать различный баф. Далее давайте мы с вами сделаем вот такой вот светящийся верстак. Как он крафтится? Здесь у нас показывается трансмутация звезд, ног, чего-то там. Короче, мы с вами берем обыкновенный верстак. Нам также понадобится вот такой вот кристалл-коллектор. А для этого давайте мы с вами переместимся в один из наших вот этих вот, допустим, в заброшенный вот такой вот. Оп-она. И здесь, смотрите, прямо под этим кристаллом мы ставим верстак. Так, если не ошибаюсь, то сверху даже у нас все здесь быть открыто, поэтому давайте откроем здесь поток к космосу. И вот, все. У нас, короче, здесь образовался такой вот верстачок. Что это такое? Что это за шкала такая вообще и мраморный интерфейс? В общем-то, это обыкновенный верстак, но здесь мы можем делать теперь специальные крафты астрал-сорсерные. Вот эта вот шкала снизу означает то, сколько сейчас этот вот звездный верстак поглощает энергией. Вообще, можем его сломать и перенести куда-нибудь в более подобающее место. Допустим, куда-нибудь вот сюда. И, опять же, здесь никакой звездной энергии нет. А все почему? Потому что нам нужна ночь. Потому что все у нас питается только ночью в этом моде. Буквально, наверное, все ваши крафты, все ваши привязки не, наверное, а точно будут происходить ночью. Вот, смотрите, мы теперь открыли верстак и видим то, что здесь у нас звездная энергия вот такая, чуть больше половины. Если мы сейчас пропишем, допустим, 10 тысяч... А, нет, давайте я сделаю 14 где-нибудь. Короче, здесь она у нас, видите, неполная. То есть, по мере того, как у нас будет восходить эта луна, она у нас будет повышаться. Но это также зависит не только от луны, потому что, видите, у нас вроде как... Ну, давайте сделаем... Так, 18 тысяч. Вот у нас луна максимальная и энергии у нас чуть больше половины. Почему? Потому что, на самом деле, есть не только луна, положение луны, грубо говоря, активность звезд. А также и положение самого этого алтаря. Если мы его переставим куда-нибудь в другое место, здесь, видите, уже больше. Прямо конкретно больше. Если, допустим, куда-нибудь вот сюда, то здесь у нас, по-моему, так же. Если мы будем ставить выше, тогда будет еще больше энергии поступать, потому что сопротивление, грубо говоря, воздуха у нас меньше этого света. И у нас будет по мере, короче, чем выше, тем будет больше энергии. Не знаю, сейчас будет видно, не видно. Ну, то есть здесь у нас, грубо говоря, вот здесь находится. А если вот тут, то меньше. Вот, то есть я буквально 10 блоков сделал выше и уже ощутимее стало. Поэтому можете пользоваться, если вдруг вам не будет хватать энергии. Вы можете просто-напросто ставить выше его, и тогда будет все хорошо. И теперь давайте перейдем к нашему первому крафту на этом алтаре. Мы будем с вами делать сияющий колодец. Он делается из трех хронических мраморов, двух чеканных мраморов. Вот такого вот нашего горного кристалла. Здесь различные вариации могут использоваться. Ну, мы будем с вами обычную. Ну, и также два аквамарина. Берем все это дело и ставим наш верстачок по плану. Сейчас должно хватить энергии. Давайте выложим крафт. Вот так, вот так, вот так. И, наконец, вот так. Что теперь нужно? Теперь тыкаем резонирующим жезлом. Происходит магия. У нас здесь свет буквально входит в звездную энергию. И вот наш колодец прямо-таки тропается из космоса. Так, мы можем куда-нибудь поставить, допустим, вот сюда. Что это такое? Мы ничего не можем никак не зайти. В него нам нужно будет помещать. Для начала давайте рассмотрим не совсем важное, но тоже полезное. Мы можем в него запихнуть, допустим, либо же Незерак, либо же Магму. И у нас будет генерироваться здесь лава. Ставим еще один. Можем также делать из Незерака. Это, в принципе, будет полезно где-нибудь на одних блоках, допустим. Вот, кстати, когда мы их ломаем, то у нас очень такой-то интересный эффектик здесь. Когда именно там есть вот такая вот магическая субстанция, грубо говоря. Красиво. Также можем делать здесь противоположное нашей лаве. Это воду. Вот, допустим, если мы сюда запихнем лед, тогда здесь у нас будет делаться вода. Если, допустим, сюда запихнем плотный лед, тогда тоже будет делаться вода. И, наконец, снег тоже будет делаться вода. Также будет кому-то, думаю, что полезно. И, наконец, самое главное, что мы сможем здесь сделать. Мы можем здесь переработать аквамарин, горный кристалл, резонирующий аквамарин, самоцвет. И также небесный кристалл. Что это за последних два, я вам расскажу чуть позже. Но пока давайте просто посмотрим, что можем из них получить Из них всех можем получить одно, но очень важное Это звездная вода Ведро звездного света, короче говоря, звездный свет в виде жидкости Он очень красивый, мы буквально можем увидеть, очень красиво сделано И, в общем-то, по мере того, как ваша быта ковмарин Или, допустим, горный кристалл здесь перерабатывается Здесь будет у вас увеличиваться водичка эта И вы можете ее забрать при помощи обычного ведра Далее, что же мы можем делать с этой вот водичкой? Мы можем, во-первых, туда просто-напросто, ну, ее развить, конечно же Давайте мы сейчас это организуем Она у нас будет светиться, освещать территорию Можем у нее поместиться Нам будет даваться ночное зрение бесконечное Ну, на 15 секунд, но оно как бы бесконечно, потому что мы в воде Вот в воде у нас также, кстати, мы Здесь у нас нету никакого эффекта жидкости Мы просто здесь прыгаем, как в обычном мире То есть это просто свет, не обладающий плотностью И, ну, это само по себе уже, мне кажется, прикольно Также можно сюда кидать дубовую бревну Одну штучку кидаем Получаем, смотрите что, мы получаем насыщенную древесину И эту насыщенную древесину мы можем сами переделывать в различные доски Потом всякие выгравированные насыщенные древесины Облагороженные, потом вибрирующие, очень красивые Потом также арка есть Вот такая ступенька, полублок и, наконец, наша любимая колонна Вот она у нас так вот выглядит, одинарная, двойная вот так Кстати, одинарная довольно интересная Кстати говоря, когда вы будете заниматься астралосорсами, будут появляться какие-то вспышки У них всего лишь одно хп, они вам ничего не будут делать, вы можете их убить и вам ничего не выпадет с них Далее давайте рассмотрим такой вот фосрезонатор Фосик у нас улучшение, вариация, грубо говоря Короче, чуть позже посмотрим, что вообще там за улучшение есть еще Фосрезонатор делается из двух мраморов Ведра звездного света, аквамарина, двух насыщенных древесин и, наконец, золотого слитка Он нам нужен будет для того, чтобы найти идеальную точку для нашего светящегося верстака Где наибольшее количество звездной энергии А мы с вами делаем ночь Беру этот фосик-резонатор в руки и смотрим внимательно Я летаю по миру и смотрите Какие-то у нас здесь, вот у нас такой космический туман, буквально звезды Что это значит? Значит то, что здесь концентрация звездной энергии максимальная Ну, не то чтобы максимальная, но повышенная Можем здесь поставить верстачок И смотрите, сколько здесь энергии, буквально, ну прямо очень много Так, ну-ка давайте повыше Вот здесь, кстати, вот здесь у нас тоже очень хорошо То есть у нас звезды, наверное, грубо говоря, здесь фокусируют свой свет Так получается, и у нас здесь много энергии Если мы поставим, допустим, не в этом дому, а где-то вот здесь То у нас энергии значительно меньше Вот, эти точки встречаются довольно часто То есть вот здесь у нас раз такая густота Потом где-то здесь, по-моему, есть, я смотрел Вот здесь небольшая, видите, здесь уже не так много Далее я вам предлагаю сделать вот такой вот звездный транслятор Он вам очень сильно понадобится, потому что энергии обычно будет вам не хватать Он создан для того, чтобы ее увеличить, прямо конкретно Он делается из двух кусочков золота, стеклянной линзы, двух досок и также мрамора Стеклянная линза делается из стеклянной панели и также четырехакомарина Все это делается, кстати, в светящемся верстаке Давайте мы с вами возьмем, что ли скрафтим даже Так, по-моему, как-то так, вот так, вот так и вот так Опа, тыкаем по КМ Походу дела не хватает энергии Забыл вам сказать, очень важное Когда вы сделаете свой светящийся верстак, то у вас откроется новая голова в книге Называется она «Исследование» Здесь уже будет намного больше Вот, может, с вами вот это вот изучили все И как раз-таки перешли к звездному транслятору Здесь он у нас требует минимум Он нам подходит, как бы, но, по-моему, я крафт неправильно выложил А нет, вот, теперь правильно Так, все, тыкаю по КМ И у нас идет насыщение звездным светом Красота красотенью И получаем наш звездный транслятор Как им пользоваться? Мы его можем поставить и ничего не происходит Для него нам нужна специальная структура Вообще, ее мы можем посмотреть в книжке Вот она Не можем ее визуализировать, но мы можем видеть, что здесь нам нужно То есть звездный транслятор, четыре чеканных мрамора Четыре мраморных арки И также саженцы мрамора Давайте мы сейчас это все возьмем И также нам понадобится одна стеклянная линза Допустим, поставим где-нибудь вот здесь Ставим тут раз, два, три, четыре В принципе, дистанция не сильно важна Главное, не сильно далеко ставить Потом раз, два, три, четыре и пять Все Здесь мы с вами ставим сверху звездный транслятор И тут вот стеклянную линзу Теперь у нас идет автоматическая привязка к нашему верстаку Она видит у нас все И что вообще происходит? Я вам объясняю Давайте зайдем мы сюда Смотрите Давайте сломаю сейчас это Забираю Здесь у нас столько энергии Чуть больше половины Ставлю И у нас уже буквально максимум Можем даже сейчас, наверное, еще вторую поставить Давайте где-нибудь Вот здесь вот Идет также перенаправление энергии И, кстати говоря, нет Он нам не помогает А нет, помогает Просто не так эффективно В общем и целом вы видите Что сейчас у нас увеличивается количество энергии Поэтому все классно, круто И вы можете так себе повышать энергию Если вдруг вы не хотите переставлять свой верстак куда-то там Вдруг в вашей красоте и эстетике это помешает Далее, наконец-то мы с вами переходим к горному кристаллу Давайте вообще разберемся, что это такое Это у нас такой кристаллик, который обладает определенными свойствами У него есть частота, форма Смотрите, у данного горного кристалла размера нет Почему? Потому что он у нас является маленьким Как его увеличить? Мы можем просто взять ведро звездного света Вылить его, допустим Вылить его вот здесь И кидаем туда горный кристалл У нас идет какая-то энергия Что это значит? Это значит то, что он у нас сейчас будет поглощать вот этот вот звездный свет У нас буквально пропадет эта водичка здесь И горный кристалл останется Но горный кристалл поменяется У него появится размер 1 Вот, все отлично Увеличилась, по-моему, форма У нас здесь будут различные показатели увеличиваться У меня в прошлый раз здесь размер увеличивался То есть у нас сейчас, помним, форма 2 И частота 2 у него сейчас была Сейчас посмотрим, что у него увеличится Для чего это нужно, я вам сейчас объясню Но главное это знать Так, опять вода пропала И сейчас у нас размер первый добавился Так, сейчас у нас что увеличилось Опять размер 2 В общем-то, допустим Вы себе сделали такой кристалл Что вы из него можете сделать далее? Далее Вы можете себе сделать Хрустальный меч Хрустальную кирку Хрустальный топор Либо же хрустальную лопату Как вы можете заметить Сейчас у них есть Параметры различные Размер 3 Форма 3 Прочность 3 И эффективность инструмента 3 Все почему? Потому что у нас был задействован максимальный здесь кристалл Третьего уровня Это делается все на светящемся верстаке Задействуется у нас немножечко света И тут просто мы с вами совмещаем горные кристаллы Две штучки и также палку Получаем меч Давайте я сейчас возьму эти инструментики И посмотрим еще У него есть какие здесь параметры Допустим меч Здесь у него скорость атаки 1.6 И урон 7.6 Если сейчас мы сделаем из этого вот горного кристалла У которого все двоечки Сейчас мы увидим, что будет Берем палочку Наш верстачок И давайте размножим Оп, все Так, значит активируем верстак Здесь у нас 1.6 и 5.9 Размер 4 Потому что мы с вами совместили горные кристаллы 2 плюс 2 равно 4 Вот как бы, ну, это математика И здесь у нас 1.6 и 5.9 Ну, то есть вы можете комбинировать различные параметры Самые лучшие кристаллы так вот выводить В этой вот водичке просто кидаете Так много сюда вот И можете сделать довольно хороший меч Допустим 7.6 и 1.6 Ну, в принципе, я считаю, что на начальном этапе Это хорошие показатели Далее у нас идет светящийся порошок И также ночной порошок Светящийся порошок делается на светящемся, конечно же, верстаке Из четырех цветокаменных пылей Также аквамарин получаем целых 16 штучек Ночной порошок делается несколько сложнее, наверное Мы делаем его из светящегося порошка Два угля Черный краситель И также синий краситель Получаем всего лишь-то 4 штуки Но зато каких Значит берем эти порошочки И, допустим, сначала светящийся порошок делаем Такой ПКМ И у нас просто создается такой вот нитр, грубо говоря, из Таункрафта Который светит, ну, довольно хорошо, как факел, наверное, да? Можем его сломать И, в принципе, все Вон там у нас маленький зомби весело бегает Также можем ночной порошок поставить Давайте сейчас это сделаем Сразу говорю, сейчас будет очень интересно Отлетаем У нас здесь появляется такое вот скопление темноты Типа разлома миров, скорее всего Оттуда выходят у нас мобы Мобы выходят самые различные агрессивные Причем всякие криперы, слаймы, зомби, скелеты, пауки Даже эндермены есть Кстати, криперов очень много Так что будьте очень осторожны Это можно использовать где-нибудь в ловушках даже, наверное Этот туманчик пропадает тогда Когда спаунится у нас максимальное количество Начанг мобов из этого вот туманчика Вот потом он пропадает И, в принципе, все Больше никогда его здесь не будет Далее вы сможете сделать пещерный осветитель Он делается из двух светящихся порошков Двух аквамаринов И также четырех хронических мраморов В светящемся верстаке Давайте мы его возьмем Во-первых, он у нас в руке светится Это во-первых Во-вторых, если мы сейчас куда-нибудь прилетим в шахту И поставим его где-то вот здесь Вот Тогда он будет у нас со временем Создавать вот эти вот нитры светящиеся Ну, то есть, вот эти вот огоньки Вот Он будет создавать их Тем больше в этой пещере То есть, освещать пещеру он будет Чем больше вот в этой вот области Находится звездная энергия Давайте сымитируем это Как это будет примерно выглядеть в пещере То есть, допустим, здесь такой нитр Вот тут такой нитр И, в принципе, вот уже светло Ну, а с вами был Гартофан Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки, пишите комментарии Также просто обязательно нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать новые интереснейшие видосики Всем удачи И всем пока